Добрый день! Мы снова приехали в Ашан, который находится в Зеленограде, поселок Андреевка. Давайте пойдем посмотрим, что здесь появилось. Значит, это семена. Семен очень много. Так, на них мы останавливаться сильно не будем. Меня интересуют лилии и розы. Так, ну, ассортимент потихоньку расширяется. Вот, смотрите, розы. В тот раз я была, здесь было всего 4 сорта. Сейчас посмотрим, сколько. Написано тут у нас роза стандартная, ассортимент в коробке. 231 рубль. Ну, что-то прям совсем блюшево. Давайте посмотрим, что это за сорта. Так, это роза Тукан. Чайно-гибридная. Выращена она в Краснодаре. Ну, цена совсем прямо бюджетная. Это хорошо. А посмотреть, у нас саженец сам. Да, для чайно-гибридной. Тоненькие там побеги. А может, это у них пересочек не там. Так, графиня фон Харденберг. Так. Это тот же самый Краснодар. Вот это такая коробочка. А тут вот два. Сейчас посмотрим. Так. Вот такой саженец. Но так довольно тяжеленький. Здесь, правда, всего два побега. Почечки еще. Ну, вот-вот уже просыпаются, можно сказать. Так, это роза чайно-гибридная. А, это Кутепова. Коробка красивая. Названия бы нет, чтобы сразу написать на передней стороне. Ред Берлин. А эти розы должны стоить чуть-чуть подороже, я так думаю. Сейчас посмотрим. Что-то непонятно. Цена непонятна. Так. Это роза парковая. Аделаида Худлис. Вот нет, чтобы была картинка. Цена четкая. И какая роза. Почему-то непонятно. Все сделано. Так. А это агрофирмы Поиск. И цена ее какая. Так. Канадские розы. Это все написано. Ну, а цена-то какая в этой розе. Итак, я сама удивилась. Представляете, написано «Роза канадская парковая» 1586 рублей 99 копеек. Они нас решили удивить, что ли. Шок ценой. Это что такое? В роза в пакете. Причем это производитель. Кто у нас? Тульская область. Что-то они цену сравняли, извините. Наверное, с родными английскими, что ли. Ну, вообще, конечно, саженец относительно нормальный. Но по такой цене это просто. Получаются вот такие вот розы. Агрофирма Поиск нам хочет продать за 1586 рублей. Я даже думала, что это ценник не отсюда. Так, дальше посмотрим. Так. Еще. Роза парковая. Коннел. Розы канадские, парковые. Московская область. Раменский район. Вот, можете прочитать, что они нам здесь рекомендуют. Это, по их мнению, лидер продаж. Вот такая роза. Парковая. Северный сад. Но цены меня просто ввела в ступор. Здесь внизу еще розы чайно-гибридные. Так. Цена 296 рублей. 296 рублей. Это так. Роза Pink Intuition. Тульская область. Поиск Кутепова. Тульская область. Роза чайно-гибридная. Кутепова. Называется Red Berlin. Ну, вообще не совсем понятно. Это совсем какая-то черная почти. Это красная. Итак, цены на розы меня крайне удивили. Одни слишком дешевые. Другие совсем уж прямо дорогие. Просто невыносимо. Давайте посмотрим гладиолусы. Три штучки. Агрофирма Поиск. Кэнди-бар называется. И стоит это все 163 рубля. Рубля. Три штучки в коробке. Вот это этот сорночек. Кэнди-бар. Вот по три штучки. Это интересно, но не так сильно, как розы и лилии. Вот что меня особенно радует. Появились лилии. Так. Вот здесь написано. Бюджет. Этажарка. 158 рублей. 158 рублей. Это одна штучка. Одна штучка. Высота 110. Так. Давайте сначала сорта посмотрим. А потом качество луковицы. Значит. Тут у нас лагибриды. А. Тут все вперемешку у них. Ну. Мы просто на них так поставили. Так. Это лагибрид. Называется лаксми. Ла-гибриды очень люблю. Они неприхотливые. Тоненький такой. У них аромат ненавязчивый. Не такой сильный, как у ОТ гибридов. И они неприхотливые. У них родители лонги флорум. Длинноцветковые. И азиаты. И вот от азиатов они взяли неприхотливость и морозоустойчивость. Так. А это у нас лилия восточная кобра. Вот восточные я. Не покупаю. Вместо них я покупаю ОТ гибриды. Дальше. Ла-куплет. Ла-куплет красивая. Ла-фиамма. Вот они бы так поставили все. Ла в одну кучу. Восточные в другую. Так. Дальше поехали. В этом ряду все ла-гибриды. Очень хорошо. Роял-презент. Красивая. Красивая. Фиамма. Оригинал лав. Айли-нер. А это опять роял-презент. А это вот лонги-флорум. Лилия. White heaven. Но лонги-флорум это значит длинноцветковая. Вот они не очень хорошо зимуют. Прямо скажем. Я бы сказала даже, что плохо зимуют в Московской области. Лилии по величине. 14-16 обхват на мой взгляд. Ну почему они здесь не пишут. Какой разбор луковицы. Надо, чтобы все было четко написано. В сантиметрах тогда понятно, что мы покупаем и почем. Так. Это опять оригинал лав лаги-брид. Это айли-нер. Дальше поехали. Лаги-брид куплет. Лаги-брид покер-фейс. А, это вот восточная Бразилия. Ну красавица. Никто не спорит. Но восточные они у нас. Не зимуют без укрытия, к сожалению. У меня был такой горький опыт. Я давно очень покупала восточные лилии. Один год они у меня процвели. По весне я их посадила, летом процвели. И потом они у меня, конечно, погибли. Так. Это лаг-сми опять. Лаги-брид. А внизу там... Покер-фейс. Конка-де-ор. ОТ-гибрид. Чего это они ОТ-гибрид вниз поставили? Чтобы его никто не видел? Напрасно. Лучшие лилии. А, это лонги-флорум. Вверх поднимем. Конка-де-ор. ОТ-гибрид. Вот эта вещь. Сейчас посмотрим, какая здесь луковица по размеру. Луковичка по виду тоже, наверное, 14-16. Ну, в общем, надо все писать. Какой разбор? Луковица, да, будет серьезно и понятно. Тут этого нет. Так, значит, что хочу сказать по поводу ОТ-гибридов. ОТ-гибриды – это лилии сложного гибридного происхождения. Они происходят от О-ориенталь, то есть восточных лилий, и Т-трубчатых. И вот родители не очень хорошие, ориенталь, восточные и трубчатые, не очень устойчивые. Они не очень хорошо зимуют у нас. А вот дети, получается, ОТ- изумительные. Я последние три года беру только ОТ-гибриды. У меня их больше всего. Это самые красивые, самые душистые, неприхотливые, высокие. Ну и вообще, и не надо укрывать, самое главное. Хорошо зимует у нас в Подмосковье. Так, это лилия восточная Алмата. Про восточные я уже сказала. Так, ну пока у них ассортимент небогатый. ОТ-гибрид всего один, но зато очень радует вот Ла-гибриды. У них тоже высота приличная, где-то метр-метр двадцать бывает. Цветы красивые, в основном вверх направленные. Значит, по лилиям больше лилий здесь нет. Пойдем посмотрим другие цветы. Тут есть целый стенд гладиолусов. Давайте посмотрим их цены. Так. А что бы так четко не написать цену? Издалека что бы было видно. Нет, не видно. Вот здесь есть немножко гладиолусов. По три штучки. Цена 163 рубля. Но я так полагаю, что здесь та же самая цена. Но здесь почему-то и вообще нигде ничего не указано. Ну давайте посмотрим сорта. Так. Это откуда-то попало не оттуда. Значит, тут у нас гладиолус. Принцесс Маргарет Роуз. Три штуки. Картинка красивая. Луковички хорошенькие. Агрофирма. Поиск. Это Грин Стар. Все они по три штучки. Так. Это Плам Тат. Красивый и вишневый. Это гладиолус Эдванс. Ой, он что-то не передает цвет. Здесь он красный. Так. Давайте здесь посмотрим. Это Вайн Энд Роузес. Розовые, нежные, красивые. Пепл Флора. Эдванс. Плам Тат. Ну то есть получается тут повторы. Давайте дальше поехали. Грей Хаунд. Грей Хаунд. Красивый очень. Это Блу Айл. Это Принцесс Маргарет Роуз. Оно тут повторы. Грин Стар. Так. А этого не было. Блу Бёрст. Вот он такой синий, фиолетовый. Бангладеш. Ой, какой красивый. Жемчужного цвета. Между кремовым и розовым. Очень красивый цвет. Присцилла. Вайд Просперити. Макарена называется Голдиолус. Такой. Это уже внизу неудобно смотреть. Темно-сиреневый. Этот называется Джексон Вилл Голд. Такой бледно-желтый. Блэк Вельвет. О, какой красивый. Грей Хаунд. Ну что. Вот стенды гладиолусов. Субтитры сделал DimaTorzok